Влогер, который знает абсолютно всех красавцев, которые попадают в аварии. Бизнесмен, который голодает в хорошем смысле этого слова. Отец с образованием психолога и муж, который по-настоящему может носить свою жену на руках. Олег Ладыгин, более известный как Турбо Олег. Олег, привет! Привет! Вообще, планировал начинать с другого вопроса, но в свете последних событий, как отреагировала семья и дочь на смену имиджа необычную? Это внезапная смена, на самом деле, неожиданная. Я ни разу такую прическу себе не делал. И всегда хотел узнать, как я буду выглядеть, реально. У меня было ощущение, что череп немножко непонятный, не видел я его. И дочь, она там уже присутствовала. В принципе, она поиграла рядом, типа, о, папа, папа, ничего такого. Но она еще, видимо, не осознает. И Федя у меня, ну, прямо в прямом эфире писал комментарий, типа, жесть. Ну, для них, для молодежи сейчас, ну, как бы они осознают свою, как сказать, сексуальность некую. И для них волосы – это как атрибут красоты, которые, как бы, ну, нельзя трогать. Он, как бы, ходит, стрижется там к определенному мастеру, чтобы все хорошо было. Настя у меня, ну, как бы меня поддержала, говорит, ну, брейся мне, говорит, какая разница. Ну, это был спор, да. Она такая, ну, что, конечно, еще денег заработаешь. Олег, ты высокого роста. Да. Какой рост у тебя? 197. Как себя Ева ощущает на твоих плечах? Не страшно ли, не боится ли она высоты? И как на это реагируют люди вокруг, когда ты идешь, например, с ней на плечах? Ева вообще с детства так, на такой высоте, то есть, когда была маленькая, боялась на плечи садиться, то есть, но на полном серьезе, она говорит, не высоко. Потом она перестала бояться высоты, и сейчас, ну, как бы, вообще, то есть, гуляем, она устала, папа, хочу на ручки, ну, в смысле, на плечи, ну, на ручки, говорит, и все, я на, ну, на плечах, может, долгое время со мной кататься. То есть, делай привычки. Да, единственное, что, ну, приходится где-то там ответок уворачиваться, потому что и так я их задеваю, да, свои головы, сейчас, конечно, меньше буду задевать. Ты блогер, бизнесмен, как ты находишь время на то, чтобы уделять семье, и какие любимые развлечения у тебя с детьми? Все занимаемся своими делами, вот, Ева со всеми играет подряд, то есть, как бы, ну, она очень общительный ребенок, и она играет со мной там различные игры, смотрит этот же YouTube, у нее там есть уже набор вот этих вот ее любимых мультиков, которые она без конца смотрит. Вот я уже всех фиксиков учил там, Федя там, он, ему сейчас уже 14 лет, 15 теперь будет, и он, как бы, в принципе, как я в его возрасте сел за компьютер и там пропал. Ходит со мной на бокс, то есть, вот, совместное препровождение, но ему пока тяжело. Как ты относишься к детскому блогу? Это вообще такая отдельная история, у Евы блог на самом деле есть, он просто закрытый. Там бабушка, я, жена, и вторая бабушка, и, как бы, в принципе, по-моему, недавно Настя его открыла, так сказать, там, то есть, Ева с самого рождения, это некий альбом на самом деле. То есть, детский блогинг, как явление, это неотъемлемая часть, ну, реальности 21 века. Люди уже общаются больше в социальных сетях, они больше, как бы, привыкли там что-то писать или смотреть. Соответственно, надо выбирать какой-то контент для нее, чтобы она смотрела и повторяла. Ну, это надо. Она будет так или иначе это делать, лучше управлять этим. И можешь победить, возглавь. Олег, ты профессионально голодаешь. Скажи, ты привлекаешь к этому всю семью, и дети как к этому относятся? Дети к этому не относятся, начнем с этого, потому что ребенок растет, и пока Ева растет, пусть растет, ест как хочет. Ну, имеется в виду, она у нас вообще, у нее интуитивное питание, она, допустим, ее заставить что-то съесть нереально. Федя, да, который уже там подрос, у него, ну, вот модель поведения, мы стараемся его там объяснить, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы, так как спортом занимаюсь много лет, а жена у меня вообще на диетах, как бы, ну, она изучила за последние, там, лет 10, ну, столько диет. Мы все это на себе прожили. То есть, вот пройдя много-много различных этапов, я там, ну, заболел определенным, там, болезнью тяжелым не буду рассказывать. Смысл в том, что я начал изучать голодание как метод лечения, и открылся для себя, что это на самом деле образ жизни. Расстройство пищевого поведения, на самом деле, у большинства людей. Это расстройство, потому что они едят и психологически не получают удовольствия от еды. Я голодал на своей практике... Две недели, по-моему, у тебя рекорд. Нет, рекорд 21 день. То есть, 21 день я вообще ел, ну, только воду пил, воду с лимоном и чай-ромашка. Вот единственное, что можно на голодании пить. А вот сейчас я практикую, допустим, раз в месяц три дня голодаю 100%, то есть это уже как образ жизни. И где-то, если мне надо подлечиться, допустим, или я понимаю, что у меня где-то там мышцы забились, еще что-то, я могу поглотать больше для оздоровления. Как сухой остаток, я скажу, надо нормально питаться правильно и в какое-то время не есть. Тогда будет и здоровье, ну, и как бы результат положительный. То есть не будет болезней и прочего. Я вот простудными заболеваниями не болел года три, наверное. Олег, у тебя два ребенка разного возраста. Есть какие-то лайфхаки, которые ты можешь посоветовать для детей, для родителей детей 14+, и для родителей детей младшего возраста? Вообще задача, вот как сказать, ребенку продать образ жизни. Продать как товар. Соответственно, нужно... Лайфхак – это быть для него примером жизненным. Чтобы он не смотрел на Петю, там, Васю, на папу, там, из соседнего подъезда. Когда покажешь, как надо своим примером, не так, что ты там, вот это нельзя, там, надо так, всяк. Он же смотрит на тебя, ну, ты сам не исполняешь то, что ты говоришь. Соответственно, что он будет делать, как ты, ровно один к одному, никак иначе. Надо, чтобы родители занимались спортом, а родители не ели всякую руду у них на глазах, там, да, и там меньше, там, курили и матерились. По маленькому ребенку, на самом деле, проще немножко. То есть он очень активно ввязывается в игры во все. Если с ним играть в форме игры и, ну, давать ему информацию нужную, он прекрасно развивается, ну, и не манипулирует особо родителями. Олег, спасибо большое за беседу, очень интересно. Давай удачи твоему блогу и шикарных тебе волос. Надеюсь, вырастут этот фильм, знаешь, сбрил, ну, все, типа, так и осталось. Они, очевидно, растут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok